Из-за жаркой погоды собаки рискуют получить солнечные или тепловые удары, поэтому владельцам животных необходимо помочь питомцам комфортнее пережить летние месяцы. Необходимо внимательно следить за состоянием четвероногого. Любая собака подвержена негативному влиянию жары, но в зоне особого риска щенки до пяти месяцев. Молодые собаки до двух лет, с укороченной мордой, с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Полные собаки, очень мохнатые, не перелинявшие к жаре собаки. Гладкошерстные, темные и полжилые собаки. Есть много рекомендаций о том, как помочь своему питомцу пережить знойные дни. Но немногие знают о том, что некоторые вещи, которые на первый взгляд кажутся логичными, ни в коем случае делать нельзя. Например, обливать водой голову и спину животного, если собака может оказаться на солнце. Погружать собаку целиком в холодный водоем в жару и делать компрессы со льдом. Резкие перепады температуры могут вызвать у собаки сильные спазмы и сбои в работе сердца и легких. Также нельзя давать животному ледяную воду. Это может вызвать как спазмы, так и проблемы с легкими желудком и сердцем. Не рекомендуется стричь пушистых собак до короткой шерсти, так как шерсть – естественная защита собаки от солнца и неблагоприятных условий среды. Если дома нет кондиционера, в жару закройте шторы и разместите лежанку собаки в хорошо проветриваемой комнате. Не оставляйте питомца без притока воздуха. Это нужно для того, чтобы охладить животное. Убедитесь, что у животного есть доступ к свежей воде. Берите воду с собой на прогулке. Есть охлаждающие воротники, охлаждающие коврики. Очень много всего сейчас можно приобрести, слава богу. Поэтому даже на нашем празднике собака. Плюс я, французик, приходила в охлаждающие пополни. То есть это все можно купить в легком доступе. Но, конечно, что немаловажно с собакой не ходить на пляж, если вы пошли. Потому что это вы сообразите, что сейчас мы пойдем искупать. Да и то у людей бывает тепловой удар. Чего уж про собак говорить. Тем более, что они сидят у нас рядом практически на пляже, не купаясь, ничего. Потому что нельзя. Если ваша собака в попоне, раз в полчаса засовывайте руку под попону. Собака должна быть слегка прохладней окружающего воздуха. Обязательно вычесывайте весь лишний подшорток у собаки. Выгуливать собаку лучше рано утром или поздно вечером. Днем выходить с хвостатым на улицу нежелательно. Понятно, что физические нагрузки противопоказаны. Ни в коем случае. Если же все-таки вы куда-то пошли, то значит, ну там, ну понятно, что не по солнцу, а по синьку это раз. Потом, мне тоже, когда я вижу собаку, каждый раз хочется хозяина разуть и пройтись по асфальту. То есть мы ходим в обуви, да, и не чувствуем, что асфальт горяченный, а собаки босиком ходят. Поэтому понятно, что плюс к тепловому вы еще и ожог у собаки получите запросто. Вас должно насторожить, если собака вялая, мало заинтересованная, хуже ест, менее активно реагирует на лакомство, выглядит утомленной, начинает сильно вываливать язык, который при этом темного или очень яркого цвета, учащенно дышит. Последние стадии перегрева – повышенное слюноотделение, отказ от воды, сильная слабость или судороги тела. В таком случае срочно обращайтесь к врачу. Если вдруг вы видите, что собака у вас дышит, обильно дышит, задыхается, даже не считая собак плоскомордах, брахицефалов, всех собак, значит, что первое. Во-первых, у собаки сердечный приступ. Понятно, что можно кроволольчику накапать, это раз собаке дать. Второе, тут же ищем хотя бы где-то в заморозке мясо какое-нибудь. Берем мясо, кладем собаке на голову, чтобы было. И собаку нужно охладить. Понятно, что опять же мочим мы простынку и тоже кидаем собаку. Ну и хватаем ее и едем в ветлищебницу. К сожалению, тепловой удар не проходит бесследно. Чаще всего он дает осложнение на сердце. После теплового удара ваша собака не менее двух лет будет находиться в зоне повышенного риска по перегреву. Поэтому берегите своего питомца в жару и внимательно следите за его состоянием.